Слава Иисусу Христу, нашему Господу Богу и Спасителю! Мы собираемся на предсоборное совещание. Это будет большой православной обновленческой конференцией, где будут собираться православные обновленцы и реформаторы Украины, конечно же, в первую очередь. Потому что именно в Киеве, в Украине это движение наше обновленческое, оно возобновилось в конце 2000 года, в начале 2001 года. И с России, с Грузии, с Молдовы, Белоруссии, с Румынии, США, с разных стран и, конечно же, в первую очередь, стран бывшего безбожного Советского Союза. Потому что именно здесь большинство людей, именуя себя православными, нуждаются в реальном спасении и в Спасителе Господе нашему Иисусе Христе. Конечно же, как в предсоборном совещании в августе этого года, 2011, и тем более на конференции уже 2012 года, на соборе, четвертом поместном, будут гости не только, и мы ждем не только обновленцев православных, реформаторов, но таковых еще не так много, к сожалению, здесь. Но мы ждем также священнослужителей и прихожан традиционных, более таких традиционалистских православных юрисдикций, Московского париархата, Киевского париархата, Автокефальной Украинской Церкви Православной и других некоторых юрисдикций. Мы ожидаем гостей с традиционных таких церквей. Почему? Потому что я верю, что реформация, и мы верим, что реформация, она неизбежно уже началась, и она неизбежно придет в большие такие, в большие структуры. Если наша украинская реформаторская православная церковь, она небольшая сравнительно, епархия наша в основном в Киеве и по Украине, но мы говорим о том, что спасение должно прийти к миллионам душ, к миллионам украинцев, россиян, белорусов, грузин, молдаван, румын, к очень разным нациям, к очень разным культурам. И, конечно же, мы молимся и трудимся для того, чтобы реформация пришла в русскоязычный мир. Как православный обновленческий священнослужитель, я понимаю, что большинство русскоязычного населения, русских и представителей других народов, наций, бывшего, во-первых, безбожного Советского Союза, являются чаще всего православными по вероисповеданию. По крайней мере, номинально. Как говорили и говорят некоторые люди, я атеист, но я православный. К сожалению, таковы большинство. Практикующих православных не так-то много, к сожалению, пока. Но процесс воцерковления идет. Он как бы продолжается и набирает обороты. Это хорошо, с одной стороны. Но, с другой стороны, к сожалению, мы видим, что процесс как раз воцерковления, который происходит сейчас в таких традиционных православных церквях, в московском, в киевском патриархатах, в частности, к сожалению, он чаще всего... В чем заключается? В демонизации населения, к сожалению, чаще всего в суевериях, в распространении всевозможных суеверий, лжеверий и колдовства, оккультизма, многобожия, идолопоклонства, антисемитизма и прочих и прочих грехов. Не должно так быть. К сожалению, очень мало кто из именно воцерковляемых православных христиан открывает Библию и проверяет в соответствии с Писанием, с Божьим Словом, как же я верю и как правильно верить надо. Я думаю, что сегодня пришло время катехизации именно по Слову Божьему. Не по догматике определенной динаминации, православной в частности, но именно по Слову Божьему. Потому что у нас очень много представлений своих разных, и внутри самой православной структуры очень много разных учений, разных представлений, разных преданий, будем договорить, которые противоречат друг другу порой и взаимоисключают даже друг друга. Но пришло время довериться тому, кто за нас жизнь свою отдал. Иисусу Христу нашему Господу Богу и Спасителю. Пришло время довериться Божьему Слову, потому что блажение безопаснее доверять именно Его Слову. Потому как мы все люди, и как говорил святитель Кирилл Лукарис еще в 17 столетии, мы можем выбирать ложь вместо правды. И церковь может выбирать ложь, заблуждение вместо истины. И чего греха таить сегодня фактически, знаете ли, вот это многобожие, это неправильная вера и неправильная молитва разного рода умершим святым, как якобы дополнительным посредником к Богу, помимо единственного и неповторимого посредника к Богу между всеми людьми и Богом святым Иисуса Христа. Идолопоклонство, махровое идолопоклонство, знаете ли, поклонение мощам, целование этих останков, костей святых умерших и прочие мерзости, что сегодня повсеместно распространяются под видом православия, знаете ли, в такой красивой упаковочке православной, это очень печально, прискорбно. Ведь миллионы душ сегодня обмануты нами, но пришло время просвещения. Я был в числе обманутых, и сам заблуждался, и сам водил людей в заблуждение. Но с того самого 96-го года, когда Божье Слово вернулось в мою судьбу, как уже православный реформатор я дружусь, и понимаю, что сегодня пришло время спасения для всех людей. Пришло время не прятать нам, знаете ли, за семи печатями печатать Божье Слово, а пришло время открыть Божье Слово населению. Во имя Иисуса Христа пусть Господь сегодня спасет священников, пусть, как написано в 6 главе Деяния Апостолов, многие священников покорились верой, и пусть сегодня Господь даст нам на самом деле спасение и жизнь вечную, исцеление и освобождение. Во имя Господа Иисуса Христа. Благословения все вам, дорогие друзья. Всех вас благословляю. И, конечно же, возвращаясь к началу своего этого обращения, выступления, я, конечно же, просто убеждаю вас, если вы будете в Киеве 19 и 20 августа сего 2011 года, то, пожалуйста, не пропустите предсоборное совещание, эту православную обновленческую конференцию. Я буду очень рад вас видеть. Подойдите ко мне, мы будем общаться. Не только будут выступления, сессии, лекции, проповеди, прославления, но будут и общения. Я думаю, что наши священнослужители и я лично, мы примем участие в таких расширенных общениях, обсуждениях очень разных тем и вопросов грехов в церкви. И будем вместе молиться о выходе как православной церкви, так и всего христианства из, знаете ли, таких опасных заблуждений и грехов. Пусть Бог благословит каждого из вас, дорогие друзья. Я также прошу вас, если вы христианин не православный, а, допустим, баптист или пятидесятник, не постесняйтесь, придите к нам также, потому что наша конференция обновленческая, православная, она экуменическая, она открытая для христиан разной динаминации. Мы не сектанты, я не сектант. Я не считаю, что только лишь в православии люди спасаются. Не только лишь у нас Бог есть. Бог, Он везде сущ и все наполняющий собой. Сокровищница благ и жизни податель, как мы поем о нем постоянно в псалмах своих православных. Но Иисус Христос, Он открыл нам истину. Он дал нам истину. Он Сам есть, это истина святая. И Он не в рукотворенных храмах живет. Как говорили отцы церкви, как говорил Васям Патрикеев, Нил Сорский, другие мужи божьи в России в древности, говорили так, что храм должен быть из ребер, а не из бревен. Пусть живой человек будет храмом Божьим, как и должно тому быть во имя Иисуса Христа. Благословен ты Бог наш. Благослови всех наших гостей. Благослови слушателей, зрителей сейчас. Благослови тех, кто намеревается приехать, а тех, кто не может быть Господем с нами на этом торжестве, на этой конференции Бог возбудит духах к молитве за эту конференцию, за реформацию правоославной церкви и за спасение миллионов грешников. Во имя Иисуса. Аминь. И я, дорогие друзья, обращаюсь сейчас ко всем и священнослужителям, и прихожанам церквей. Если вы смотрите сейчас это видео, и если вы еще не спасены, если вы еще не возродились выше, об этом также на конференции будет очень много говориться. Это будет центральной нитью Преображенского нашего предсоборного совещания. 19-20 августа, напоминаю. Так вот, если вы еще не родились выше, должно вам сейчас родиться свыше. Господь, грехи прощая, отворит вам дорогу ввысь. Главное, признать себя грешником. Главное, примите Иисуса Христа в свое сердце. Ни в ком ином нет спасения. Не верьте никаким религиозным демагогам и аферистам. Верьте Господу и Спасителю нашему, Иисусу Христу. Верьте Его Слову. И Бог никогда не подведет вас. Божье Слово никогда вас не обманет, не кинет. И в Библии говорится, что возмездие за грех – это смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Пусть Бог благооставит вас. Примите сейчас дар вечной жизни. Прямо сейчас. Не откладывая в долгий ящик. Не говоря, потом Богу приду. Потом буду состарюсь, буду ходить в храм, свечки ставить. Нет, нет, прямо сейчас примите спасение через веру в Иисуса Христа. Аминь. И если вы готовы, прямо сейчас повторите за мной эту молитву покаяния. Давайте скажем все вместе так. Отец Небесный, Бог Святой, «Во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе, прости меня, прости мои грехи, омой меня дрогаться на кровью Сына Своего. Я принимаю, давайте скажем вместе, я принимаю дар вечной жизни во Христе Иисусе. Я отрекаюсь от греха, отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от проблем этих, которые дьявол принес в мою жизнь во имя Иисуса Христа. И я принимаю божественное исцеление, освобождение через кровь моего спасителя, Господа Иисуса. Открой мне Библию Святую, наполни меня Духом Святым. Дух Святой поднимись во мне, когда я буду говорить на иных языках, как ты дашь мне их провещевать. Ты дашь мне имя говорить. Бог Святой, благодарю тебя за жизнь вечную. Во имя Иисуса. Аминь. И если сейчас вы повторяли эту молитву покаяния, то дальше говорите, говорите слова благодарности, говорите слова любви. Признайтесь ему, скажите, Бог, я благодарю тебя за все. Благодарю тебя, что ты слышишь меня, ты отвечаешь мне, ты знаешь меня. И начните говорить иными языками, потому что Дух Святой сейчас будет вас наполнять. Главное, запомните, что Дух Святой, он не может быть принимаем людьми века сего. То есть, если человек еще не раскаялся в грехах своих, он не может принять Духа Святого. А второе, если ты покаялся и жаждешь, вот важное условие, жаждешь Духа Святого, благодать его, то прими эту благодать. Аминь. Молись, брат, молись, сестра, молись, друг. И сейчас скажу, очень важно помнить, что Иисус Христос, Он пролил за вас святую свою кровь. За всех, за нас, за тебя и за меня. И я прошу, читайте Божье Слово, откройте Библию Святую. И если вы тем более священнослужители, если вы епископ, священник, диакон, православная церковь, Московская приорхата, Киевская приорхата, неважно. Самое главное, если вы, как мы говорим порой, рясоносец, то знайте Бога, узнайте Бога, познайте Его, вникайте в себя и в учения, занимайтесь им постоянно. Потому что если мы слепые, видим слепых, мы попадаем в проблемы и здесь, и в вечности. Но если мы прозревшие, если мы воскрешенные, если мы приняли спасение через веру в Иисуса Христа, и за нами идут доверяющие Богу, Божьему Слово люди, верящие в Бога, по-настоящему живые души, то тогда, слава Богу, мы и здесь с Богом и в вечности будем с Ним. Рад, ад и рай, сам выбирай. Слава Богу за тех, кто выбрал рай. Слава Богу за тех, кто выбрал жизнь вечную. Я поздравляю вас. А те, кто еще сомневаются, колеблются, я просто убеждаю, не медлить, но принять спасение через веру в Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, мир вам, благодать через Иисуса Христа, Господа нашего, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И до встречи и на земле, и на небесах. Во имя Иисуса Христа.